Атомной отрасли России 70 лет. Новосибирск один из лидеров ядерной промышленности. Только в Калининском районе работают сразу несколько таких предприятий. С ветеранами отрасли поговорил Николай Сальников. Август 45-го. После американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по особому распоряжению Сталина в Москве, Свердловске и Харькове создают специальные физико-технические институты. Вячеслав Овсянник выпускник самой первой группы Уральского физтеха. Всех 14 человек у меня в нашей группе в институт Курчатова московский направили. А я там не могу. В этой печке накаляются дома сильно. И я попросился куда-нибудь меня. И вдруг через два дня мне звонят из гостиницы, где мы остановились, что из Новосибирска поступил запрос моей специальности. Наш герой отработал 40 лет на одном из атомных предприятий Новосибирска. Занимался обогащением урана, производством лития. Однако главным своим достижением Вячеслав Сергеевич считает разработку метода измерения ртутных паров. Помимо науки и производства, новосибирцы внесли огромный вклад и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В итоге место для сегодняшней встречи выбрали не случайно. Монумент покорителя атома, который занял первое место в России на лучшее монументальное произведение, посвященное чернобыльской тематике. Сегодня будут по этому поводу благодарить ветеранов, всех, кто причастен. А к нему все причастны, весь город. Это более 300 тысяч ветеранов атомной отрасли. Сегодня в нашем регионе обсуждают идею открыть музей атомной отрасли. Вероятным местом для него как раз может стать сквер покорителей атома. Николай Сальников, Алексей Баженов, Новости ОТС.